Привет, друзья! Школа воркаута, и сегодня говорим про базовый воркаут. Давненько у нас не было этой темы, все элементы, досторонние какие-то темы. А базовый воркаут, между тем, а это самая важная вещь, которая создает фундамент для тех же самых элементов, а также создает вам физуху, то есть вы выглядите лучше. Но для того, чтобы сделать физуху, вам нужно учесть правила прогрессии. И в базовом воркауте, казалось бы, это не так просто. Ну, например, вы доходите до 15 раз, а дальше уже идет работа на выносливость. И что же делать? Вешать на себя веса? Или, может, существуют другие варианты прогрессии? Для начала чуть позанудствую. Я знаю, моим подписчикам это нравится. Что же такое базовое упражнение в воркауте? Мы знаем, что базовое упражнение в зале, это когда мы делаем многосуставные упражнения с большими весами. Это в основном жим, становая тяга, приседания. Именно эти упражнения дают максимальный прирост мышечной массы, ну и, соответственно, мы растем. В воркауте все схоже. Также многосуставные упражнения. Это подтягивания, отжимания на брусьях, те же самые приседания и, конечно же, отжимания от пола. Также к базе можно отнести упражнения на пресс. Но также существуют и продвинутые базовые упражнения. Когда нам хватает сил в базе сочетать и элементы. К примеру, неплохое базовое упражнение из продвинутого уровня, это отжимания в стойке на руках, а также выход силой. Также многосуставное упражнение, также большая нагрузка и также отличный толчок к росту мышечного волокна. Но что же тогда отличает базовое упражнение от специализированных упражнений в воркауте, тренировке элементов и так далее? На что в воркауте идет основной фокус, когда мы уже на продвинутом уровне. Отличает как раз специфика. Если у нас узконаправленное упражнение на проработку определенных мышц и определенных нейромышечных связей для достижения элемента. К примеру, те же самые отжимания базовые можно сделать с уходом вперед, с определенным положением локтей и спины. Когда у нас очень много сил уходит не на то, чтобы, скажем так, поднять больше вес или сделать большее количество упражнений. Или усложнить само многосуставное упражнение, а именно на проработку нейромышечных связей. Это и будет специализированным подводящим упражнением. И такого хорошего отклика для роста мы не получим. Но так как база у нас ограничена, очень быстро встает вопрос. Что же делать, если я делаю больше 20 повторений в определенных базовых движениях? Ну, например, в отжиманиях. Как их усложнить так, чтобы это не было специфичным упражнением, узконаправленным и одновременно было достаточно сложным для того, чтобы был анаболический ответ и рост? И в этом и есть камень преткновения. И многие считают, что никак и нужно идти в зал обязательно. Но все не совсем так. Давайте разберемся. На самом деле существует огромное количество прогрессий именно в базовом движении. К примеру, мы можем увеличить время под нагрузкой. Это также даст анаболический хороший ответ. Особенно, если мы увеличиваем время под нагрузкой и добавляем паузу. Это второй вариант. Если мы паузу добавляем в этапе растяжения мышечного волокна. Естественно, это дает механические повреждения и хороший анаболический ответ. Вариант усложнения номер три. Это изменение рычагов воздействия в базовых движениях. Главное не переборщить, чтобы базовые движения не стали специфичными. Об этом мы уже говорили. Итак, вы знаете, что чем длиннее рычаг, тем сложнее его удерживать, если у нас на конце какой-либо вес. Чем меньше рычаг, тем удерживать проще. Именно такой принцип можно повторить во всех базовых движениях. Как я уже говорил, в обычных отжиманиях это может быть накат вперед, в отжиманиях на брусьях это может быть наклон. И тогда мы получаем большую работу на наши дельтовидные мышцы. Также грудь больше работает. И, соответственно, получить больше анаболический ответ. И, опять же, сделать какую-либо прогрессию. Наклоняясь все больше и больше, увеличивая рычаг все больше и больше. Но здесь, опять же, нужно не переборщить и не сделать из базовых упражнений специфичное. Ну и последним вариантом прогрессии, кстати говоря, если я что-то забыл, обязательно пишите об этом в комментариях, является применением веса. Вес в базовых упражнениях это must-have для тех, кто хочет спрогрессировать именно в мышечной массе. Именно поэтому отжимания на брусьях с весом, подтягивания с весом, отжимания с весом на спине или в жилете. Это будет просто класс. А составить базовую программу с учетом прогрессии поможет наш базовый курс. Там я уже все за вас сделал. Каждое упражнение, даже каждый раздел упражнений имеет 4 уровня сложности. И одно дополняет другого. Вы плавно переходите, плавно повышаете нагрузку. Что делает программа безопасной и эффективной. А ведь это самое важное в тренировках. Также в базовый курс входит разминка, растяжка, работа на отдельные группы мышц, различная программа тренировок, круг, сплит. Все там есть. Это огромный комбайн, который под ваши цели и с учетом ваших особенностей сделает вам идеальную тренировку. Все ссылочки вы найдете в описании. А если вы хотите от меня получать обратную связь, а также получать все обновления данного продукта бесплатно, а это, кстати, уже шестое обновление, то берите VIP-базовый курс. Доступ будет навсегда. И ссылочка также в описании. Воркаут менее консервативен с точки зрения базовости упражнений, чем тот же зал или пауэрлифтинг. Потому что здесь есть и продвинутая база. Многосуставные упражнения, которые подготавливают комплексно. И если у вас высокий уровень, являются для вас базовыми. Вы также можете делать большое количество сетов и повторений, получая отличную нагрузку на мышцы, верха и низа вашего тела. К примеру, как я уже упоминал, это могут быть отжимания в стойке на руках. Кстати говоря, неважно, если у вас нет баланса, если у вас достаточно силы, вы можете это делать со стеной. И выход силой на две руки также является продвинутым базовым упражнением. Также отличной продвинутой базой можно считать драгон флаг или флаг дракона. Это отличное базовое упражнение на мышцы кора, а также на мышцы ваши широчайшие и пекторальные, то бишь грудь. Получается, для того, чтобы прогрессировать собственным весом, у вас есть огромное количество вариантов. Вы можете улучшать базовые упражнения за счет изменения рычага, за счет изменения времени под нагрузкой, за счет пауз. А если вам хочется чего-то поинтереснее, то добавить базовых элементов, которые комплексно будут прокачивать ваши и скилы, и также мышцы. Так, погоди. То есть получается, что можно тренировать элементы базовые, ну окей, элементы. И одновременно расти и увеличивать базовую силу. И именно этим занимается наш продвинутый курс. Там не просто так подобраны все упражнения, которые охватывают все тело. На кор там угол и высокий угол, а также драгон флаг. На плечи там есть и выход силой, и обычный флаг, и отжимания в стойке на руках. А также наверх тела, естественно, выход силой на две. Это спина, это грудь в толкающей фазе. И еще много-много всего. Там даже есть задний виз, который позволит вам переднедельтовидное подготовить, а также усилить кор. А также усилить спину, поясницу, длинные мышцы. То есть все эти упражнения вместе не просто так. Там все грамотно спланировано, разведено по уровням. И любой, даже начинающий атлет, сможет с этим разобраться и справиться. Также ссылочки в описании, также есть вип-формат. Мы продолжаем. А на этом, друзья, сегодня все, как обычно. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на этот канал. Совсем скоро лето, и мы будем встречаться с вами чаще на этом канале.